Сомнамбулы Сомнамбулические приступы обыкновенно происходят ночью, после нескольких часов сна. Они отлятся более или менее долгое время. Потом больной опять ложится или его укладывают окружающие. И по пробуждении не сохраняют решительно никакого воспоминания о происшествиях своей ночной жизни. Иногда сомнамбулические приступы происходят и днем. Сомнамбулизм Из области таинственного, страница 486, сомнамбулизм Мы едва ли найдем в физиологии вопрос, который бы возбуждал в такой сильной степени любопытство публики, как то своеобразное состояние нервной системы, которое получило наименование сомнамбулизма, лунатизма. Явление это состоит в том, что сомнамбулы, будучи погружены в глубокий сон, ходят, придаются своим обычным занятиям, выполняют часто очень сложные действия с той же уверенностью и точностью, как это они делают в состоянии бодрствования. Сомнамбулизм Сомнамбулические приступы обыкновенно происходят ночью, после нескольких часов в снах. Они длятся более или менее долгое время, потом больной опять ложится или его укладывают окружающие, и по пробуждении не сохраняет решительно никакого воспоминания о происшествиях своей ночной жизни. Иногда сомнамбулические приступы происходят и днем. В таких случаях приступу предшествует более или менее глубокий сон, или же приступ наступает внезапно, и тогда по окончании припадка больной засыпает и, проснувшись, ничего не помнит о случившемся. У различных лиц, страдающих сомнамбулизмом, приступы носят крайне разнообразный характер. Явление представляет различные, бросающиеся в глаза всяком степени интенсивности. Одни лунатики во время приступов остаются на месте и не совершают никаких движений. Они ведут длинные связанные разговоры, нередко выдают свои тайны, не сохраняя об этом ни малейшего воспоминания по пробуждению. Эта форма сомнамбулизма всего более приближается к нормальному сну. Другие разговаривают, совершают движения, но точно так же не покидают кровати. Франк под названием «Сомняция» описывает случай, представляющий один из самых чистых примеров этой формы сомнамбулизма. Одна молодая девушка в 1812 году была перепугана французскими солдатами, угрожавшими ее отцу смертью и смягчившимися только тогда, когда их требования были исполнены. На следующий день после этой сцены у нее явился сомнамбулизмский приступ, повторявшийся затем правильно каждый вечер. Она испускала глубокий вздох и впадала в сон. Ее клали на диван, причем наблюдались некоторые каталептические симптомы. А затем больная воспроизводила ужасную, сильно потрясавшую ее сцену, которая была причиной наблюдавшихся у нее припадков. Правой рукой она вынимала патроны с патронтажа, будто бы находившись у нее на боку, делая это с такой силой, что почти рвала на себе платье. Потом она клала патроны в рот и правой же рукой сыпала порох на большой палец левой руки, как на полку ружья. Затем забивала шомполом заряд в ружье и вставляла пыжи. По временам больная совершала совершенно незнакомое с французским языком, произносила вслух марш-уэ-ле-баром. Сопровождая эти слова брани на французском же языке. Забив заряд, она перебирала пальцы, точно высчитывая на них условия пощады. Эту сцену она повторяла три раза к ряду в одном и том же порядке. Потом она сжимала кулаки, холодный пот выступал у нее по всему телу. Она впадала в почти коматозное состояние и потом просыпалась, ничего не помня о случившемся. Есть наконец самнамбулы, которые встают с постели, придаются обычным занятиям, читают, пишут, сочиняют стихи. Производят вычисления, совершают очень сложные работы. Это самнамбулизм в самой сильной форме. Считаю, нужно сказать несколько слов о состоянии чувств во время самнамбулизмских припадков. Вопрос этот очень сложен. И при решении его мы наталкиваемся на многочисленные затруднения. При внимательном исследовании удается, однако же, определить степень возбудимости различных органов чувств в этом своеобразном состоянии. Слух. Прежде всего, не подлежит сомнение, что звуковые впечатления воспринимаются самнамбулами, особенно в тех случаях, когда они соответствуют представлениям, занимающим ум самнамбул во время приступа. Благодаря этому нередко удается заставить самнамбул совершить известные поступки, внушить им известные идеи. Прибавлю, что обыкновенно, если назвать лунатика по имени, он поворачивается, пристально всматривается, но ничего не видит. Очевидно, он слышал зов. Звуки, во всяком случае, были им восприняты. Вкус и обоняние. Точно так же лица, находящиеся в сомнамбулическом состоянии, воспринимают вкусовые ощущения. Один лунатик потребовал водки, и когда ему подали воды, то он, поднесший стакан, губам оттолкнул его. Воспринимается равным образом и обонятельное ощущение. По крайней мере, один субъект, по рассказу наблюдавшего его доктора Анкон Трах, по-видимому, руководился обонянием в своих ночных путешествиях. Обонятельное восприятие встречается, впрочем, у сомнамбула редко. Осязание. Это чувство у сомнамбула особенно живо. Это характеристично до некоторой степени для состояния, в котором находится нервная система субъекта во время сомнамбулического приступа. Один лунатик, о котором говорит Франк, при спазматически закрытых глазах различал осязанием цветах. Быть может, всегда же следует отнести интересное наблюдение доктора Дюфе над больным, который в темноте точно сортировал материи по оттенкам цветов. Во время сомнамбулических приступов больные часто пишут, рисуют, исполняют тонкие работы. И это опять-таки ясно показывает, что у сомнамбула связание может воспринимать тончайшие впечатления, зрение. Во время сомнамбулических приступов глаза большей части бывают открыты. Иногда они закрыты. Если исследовать открытые глаза лунатика во время приступа, то можно убедиться, что они неподвижны, что зрачок обыкновенно расширен и не чувствителен к свету. Впрочем, доктор Дюфе у госпожи Элл мог констатировать, что усиление или ослабление интенсивности света вызывало сокращение или расширение зрачка, как бывает и в нормальном состоянии. Однако это наблюдается, по-видимому, редко. Видят ли сомнамбула? Решить этот вопрос крайне затруднительно. Существующие на этот счет показания высшей степени противоречивы и избивчивы. Теперь же считаем, нужен привести один случай сомнамбулизма. Причем постараемся, чтобы он содержал все те особенности, которые придают сомнамбулизму чудесный характер, производящий такое сильное впечатление на зрителей. Один молодой священник вставал всякую ночь, брал бумагу, сочинял и писал проповеди. Написав страницу, он перечитывал ее вслух от начала до конца, если можно назвать перечитыванием то, что он делал без содействия глаз. Если ему какое-либо место не нравилось, он вычеркивал его и сверху делал поправки, всегда в надлежащих местах. В одной проповеди им была сделана поразительная в этом отношении поправка. Сначала автор поставил слова «божественный ребенок». Потом, перечисывая рукопись, он решил заменить слово «ублажаемый». Он вычеркнул первое и вверху над самым этим словом написал «адорабль». Тогда он заметил, что слово «се» вполне уместное перед «диви». Не может предшествовать слову «адорабль». И удачно приписал «тех» предшествующим буквам. Так что получилось «се адорабль анфан». Желая убедиться, пользуется ли лунатик глазами, к лицу его поднесли лист картона, совершенно закрывавший для него, лежавший на столе, бумагу. Он продолжал писать, совсем не замечая картона. Чтобы узнать, на чем основано его представление о предметах, находящихся у него под глазами, несколько раз тихонько брали бумагу, на которой он писал, и заменяли ее другой, но он точно же замечал это, так как листы были другого формата. Когда же найдена была бумага, ничем не отличавшаяся от той, на которой он писал, «Он принял ее за свою» и делал поправки на местах, соответствующих местам вынутого оригинала. Благодаря этой хитрости удалось достать несколько его ночных писаний. «Всего изумительнее было видеть», — продолжает автор статьи, «как он пишет музыкальные ноты». Тросточка заменяла ему линейку. При помощи ее он наносил на одинаковом расстоянии друг от друга пять линий, расставлял он на лежащих местах ключ, бемоли и диезы. Затем он вычерчивал ноты, которые сначала делал белыми, а потом зачеркивал те, которые должны были бы быть черными. Слова он писал снизу. Однажды он писал их слишком крупными буквами, так что слова не приходились под соответствующими нотами. Он скоро заметил это, вымарал рукой все, что написал, и написал вторично эту строчку, расставляя слова с почти идеальной точностью. Не менее замечательен другой факт в совершенно ином роде. Однажды ночью во время зимы он вообразил, будто прогуливается по берегу реки и видит, что в нее падает и начинает тонуть ребенок. Несмотря на страшный холод, он немедленно и минуты бросается к нему на помощь и ложится на кровати в позе плавающего человека, воспроизводя все движения последнего. Спустя несколько минут, утомленный долгим плаванием, он заметил в углу кровати одеяло, сбившееся в комок. Принял его за ребенка, схватил его одной рукой, действуя другой, стал плыть к берегу воображаемой реки. Благополучно достигнув его, он кладет на берег свою ношу и выходит из воды, весь дрожа и стуча зубами, как человек, действительно вышедший из полузамерзшей реки. Он говорит присутствующим, что страшно прозяб, что он умрет от холода, что вся кровь в нем застыла. Чтобы согреться, он приказывает подать водки. Водки не было, ему подали воды. Он поднес ее к губам, но тотчас заметил обман и еще настойчиво потребовал водки, указывая на угрожающую ему опасность. Ему принесли стакан ликеру. Он пьет его с наслаждением и говорит, что чувствует себя значительно лучше, но не просыпается, ложится и продолжает спать самым спокойным образом. Таким образом, этот лунатик действовал так, как будто бы он бодрствовал, как будто бы он видел. В литературе описан целый ряд сходных случаев. Основываясь на них, многие авторы, подобно доктору Лилю, допускают существование у Самнамбул реальных зрительных восприятий. Самнамбул, и говорит Макарио, воспринимает впечатление от предметов, представляющих какое-либо отношение к их мыслям и чувствам. В самом деле, если бы они не видели, как могли бы они избежать падения страшной пропасти, которые, однако же, они обходят? Как могли бы они брать нужные им предметы? Как могли бы садиться на лошадь? Как могли бы читать, писать и так далее? Мы принуждены допустить, что Самнамбула отчетливо видит и различает предметы, имеющие отношение к их представлениям. Уверенность, какую обнаруживает Самнамбула в своих действиях, точная соразмерность производимых ими движений, поражает всех наблюдателей и заставляет признать существование зрительных восприятий в самнамбулическом состоянии. Все это, по нашему мнению, подтверждает ту истину, что душа может проявлять себя и без посредства внешних чувств. Замечательные случаи с самнамбулизмом. У одного высокопоставленного лица спросили совета относительно очень важного и трудного дела. И он принялся из-за изучения этого дела с особенным тщанием. После того, как несколько дней он был занят таким образом, жена его раз в ночь и заметила, что он встал с постели, подошел к истинному столу, стоявшему в спальне, уселся за стол и долго писал. Затем заботливо спрятал стол, исписанную им бумагу, и вернулся в постель. На следующее утро он сказал жене, что видел необыкновенно интересный сон. Ему снилось, что он подал ясное, блестящее мнение о затрудняющем его деле, и он дорого дал бы, чтобы восстановить цепь мышления, проходившего в его уме во время этого сна. Тогда жена направила его к столу, где он нашел свое полное и ясно изложенное мнение, оказавшееся впоследствии вполне правильным. Следующий случай был рассказ о его преподобии Джонам де Люфде, как бывший с одним из его товарищей, священником, на правдивость которого он вполне полагается. Я был студентом менонистской семинарии в Амстердаме и слушал лекции математики профессора Ван Свиндена. Однажды банк предложил профессору разрешить один вопрос, требовавший трудного и пространного вычисления. Ученый-математик несколько раз пробовал решить проблему, но так как для получения результата нужно было исписать цифрами несколько листов бумаги, то профессор при каждой попытке делал где-нибудь ошибку. Не желая утомлять себя боли, он сообщил свое затруднение десяти студентам, и мне в том числе, и просил нас попытаться разрешить его. Мое счастолюбие не позволило мне откладывать в долгий ящик. В тот же вечер я уселся за работу, но безуспешно. Следующий вечер был опять посвящен моему предприятию, и опять бесплодно. На третий вечер я снова принялся за свои цифры. Была зима, я вычислял до половины второго утра, и все напрасно. Результат был неверен. С унынием в душе я бросил грифель, которым исписал уже целых три доски. Я раздумывал, не начать ли мне мое вычисление сначала, так как я узнал, что профессору к утру нужен был ответ. Но, к сожалению, свеча моя догорала, а лица, с которыми я жил, давно уже легли спать. Тогда я тоже улегся в постель с головой, наполненной цифрами, и скоро уснул. Утром я проснулся только-только вовремя, чтобы одеться и идти на лекцию. Я был очень огорчен, что не мог решить задачи и дать удовлетворительный ответ своему наставнику. Но, о чудо! Подойдя к писемному столу, я нашел на нем бумагу, покрытую цифрами, писанными моим почерком. И можете судить о моем удивлении, заключавшую решение моей задачи совершенно правильно, без единой ошибки. Я хотел было спросить свою хозяйку, не входил ли кто в мою комнату, но меня остановило свидетельство собственного моего почерка. Впоследствии я рассказывал ей о том, что случилось. Она очень удивлялась и уверяла меня, что в мою комнату никто не входил. И так, очевидно, я сделал свое вычисление во сне и в полнейшей темноте. Но замечательнее всего то, что выкладка была так проста и сжата, что то, что лежало теперь передо мной на одном листе инфолио, едва уместилось у меня накануне на трех досках, исписанных с обеих сторон. Профессор Ван Свинден был поражен этим происшествием и объявил мне, что когда он попробовал вычислять сам, ему ни разу не пришло в голову такое простое и сжатое решение. Вот другой случай подобного же рода. Отец мой, будучи студентом богословия, Базелью, должен был составить публичную речь на заданный текст из священного писания. Все способы овладеть предметом, по-видимому, покинули его. Целые дни он проводил состояние нервного беспокойства, не будучи в силах написать ничего, что было бы, что бы его удовлетворяло. Накануне испытания он софинил кое-что и лег спать, совершенно недовольный своим произведением. Он уснул, и ему приснился новый способ обработки и иллюстрирования заданной ему темы. Проснувшись, он вскочил, чтобы записать свою мысль. Но, открыв свой стол, нашел ее уже записанной его собственным почерком и, очевидно, записанной недавно, потому что чернила едва успели просохнуть. Однако, обыкновенный недостаток умственных операций этого состояния тот, что благодаря самой их напряженности и исключительности внимание индивидуума отвлекается от соображений, которые могли бы видоизменить их, и они не могут оказать ни умственного отправления своего исправляющего влияния на умственное отправление. Важную характерную черту состояния сомнамбулизма составляет то явление, что ни проходящего умелунатика ход мышления, ни являющиеся результатом его действия, не оставляют по себе воспоминаний в состоянии бодрствования. А если какое-нибудь воспоминание и сохраняется, то только в виде следа обыкновенного сновидения. Но и ход мышления и вытекающие из него действия в состоянии сомнамбулизма нередко с величайшей живостью вспоминаются при возвращении этого состояния, даже после долгого промежутка времени, причем промежуток этот, как бы ни был он велик, совершенно не сознается. То же самое только гораздо реже случается и в обыкновенном состоянии сновидений. Спящий вспоминает иногда прежний сон, и даже продолжает его. Явление, указывающее на тесную связь этого состояния с состоянием сомнамбулизма, так как сновидение обнаруживает стремление к возвращению только в том случае, если оно обладает определенностью и связностью, характеризующими последнее состояние. Следующий случай представляет очень хороший пример сновидения в действии и перенесение из одного периода этого состояния в другое впечатление, о котором не сохранилось состояние бодрствования ни малейшего воспоминания. У одной служанки, подверженной припадкам сомнамбулизма, пропала ее гребенка. Не найдя ее после самых тщательных поисков, она обвинила другую служанку, спавшую с нею в одной комнате, в том, что та взяла гребенку. Наутром она проснулась с гребенкой в руке, так что не могло быть сомнения в том, что накануне ночью она спрятала ее куда-нибудь, не сохранив об этом никакого воспоминания в состоянии бодрствования. И что нашла она гребенку тогда, когда с возвращением того состояния, в котором она спрятала ее, к ней вернулось воспоминание и о месте, где она была спрятана. Доктор Грессе, занимающий в клинике Монтпелье профессорскую кафедру по медицинскому факультету, сообщил в специальной медицинской газете очень интересный и вполне доказательный опыт ясновидения. Доктор Шерруль из Нарбонна, по словам профессора Грессе, рассказал ему, что знает одну женщину ясновидящую, проделывающую удивительные вещи, и предложил Грессе устроить с ней строго научно поставленный опыт, чтение через непрозрачные предметы. Профессор Грессе, возвратившись из Нарбонна в Монтпелье, не сказав ни слова доктору Феррулю, оставшемуся в Нарбоне, написал на полу листе бумаги следующие слова. Свернув эту бумагу, написанную стороной внутрь, плотно завернув ее в оловянный лист, каким окружает шоколад, он вложил ее в конверт и заклеил гумиарабиком, так как доктор Ферруль предупредил профессора Грессе, что перевязка конверта шнурком мешает, иногда его ясновидящий прочитывает то, что находится внутри конверта, то профессор продел через конверт английскую безопасную булавку в виде петли, накапал на булавку массу сургучая и припечатал собственно печатью. К этому пакету профессор Грессе приложил свою карточку с просьбой предложить ясновидящий прочесть то, что он написал без вскрытия конверта и вложить то и другое в один общий конверт, адресованный по почте на имя доктора Ферруля в Нарбоне 28 октября. 30 октября утром получен следующий ответ от доктора Ферруля. При получении вашего письма утром моей ясновидящей не было подли меня. Я вскрыл первый конверт и нашел в нем вашу карточку. Будучи обязан сделать несколько визитов, я зашел к ясновидящей, чтобы попросить ее зайти ко мне часам к четырем. Узнав, в чем дело, она предложила мне приступить сейчас же к опыту чтения. Ваш же конверт с черной печатью лежал в моем кабинете на столе на расстоянии около 30 метров от места жительства ясновидящей. Опираясь с ней на край одного и того же стола, я провел рукой по глазам моего субъекта. И вот, что он мне сказал, не видя вашего пакета. Ты вскрыл конверт? Да, но письмо, которое надо прочесть внутри, и находится в другом запечатанном конверте. С большой черной печатью? Да, читай. Там серебряная бумага. Вот что написано. Затем там есть такие буквы. Рисуют буквы, кончиками пальцев показывают длину их около сантиметра. Д.Е.К. Потом имя, которого я не знаю. И Монтрепелья, 28 октября 1897 года. Вот, дорогой учитель, результат опыта, который я обещал произвести над моей ясновидящей. Весь опыт длился не более полторы минуты. Сейчас же отсылаю вам ваш конверт с моим письмом. Преданный доктор Ферруль, 29 октября 1897 года. И так продолжает профессор Гроссе. Я получил обратно свой совершенно нетронутый конверт, но с прочитанной в нем надписью, несмотря на покрывавшие его слой олова, бумаги и даже сургуча, не представлявших нигде и следов какого-то нибыло вскрытия. Ясновидящая видела и русские буквы, указала пальцами, что они были больше других, и даже нарисовала их насколько могла. Она заметила и немецкое слово и, не понимая его, заявила только, что оно было меньше величины, чем русское слово. Наконец, она ясно определила число, год и место. Таким образом, заявляет профессор Гроссе, опыт удался самым блестящим образом. И мы лицом к лицу с опытом чтения не только через дни прозрачные предметы, но и на расстоянии. Имея полное доверие к доктору Феррулю, который сам просил обставлять опыты наистрожайшим образом, и которому профессор Гроссе не говорил ни слова, а сделанные им надписи, так же, как и никому другому, профессор заключает, что возможность чтения через непрозрачные предметы представляется установленной, и, следовательно, ясновидение через непрозрачные предметы, по мнению профессора Гроссе, вполне научно доказано. При яхт такому заключению, он 29 ноября представил заседание Академии наук в Монт-Пелье не вскрытый пакет свой с надписью, вскрыл его в присутствии всех и рассказал о происшедшем. Академия назначила комиссию с целью произвести согласие Ферруля подобного же рода опыт ясновидящий, причем посылаемые в Нарбону профессора не должны знать о содержании пакета и ни на одну минуту не должны выпускать его из вида. Академик Тарханов, тот самый Тарханов, который в 81 году с таким недоверием отнесся к первым опытам чтения мыслей и гипнотизации, стремясь в этой брошюре своей доказать невозможность подобных заявлений. Рассказы в Санкт-Петербургских ведомостях этот замечательный научный опыт прибавляет. Нельзя не сознать, что вся эта история, попавшая на страницу специальных медицинских органов и дебатируемая уже учеными и ученых коллегиях, возбуждает много сомнений и недоверия. Тем не менее, истины ради не следует останавливаться, позаветуем таких великих учителей, как Клод Бернар и Дарвин, ни перед какими опытами, как бы они ни казались с виду бессмысленными и противоречащими всему установленному. Иногда самые великие открытия вытекали именно из подобного рода опытов. Приветствую от души решение Монтельской Академии наук исследовать возможно точнее факт, представленный ей профессором Гроссе. Стоит вспомнить, что почти на днях было с каким недоверием еще недавно были встречены первые слухи о фотографировании их с лучами рентгена через непрозрачные предметы для того, чтобы понять, как следует осторожно относиться не только к утверждению, но и к отрицанию тех или иных новых явлений. Тамбовское ясновидящее под этим заглавием напечатано ниже следующее в конце прошлого года, когда наблюдение профессора Гроссе комиссии медицинской академии в Монтелье над ясновидением на расстоянии с субъектом указан доктором Ферруль в Нарбоне вызвались только толков в обществе и печати. Мы привели указания на попытки исследования русскими врачами интересного субъекта госпожи М. в Тамбове, также проявлявшей способность ясновидения. Мы тогда же выражали сожаление, что наблюдение доктора Ховрина над его тамбовской ясновидящей так мало заинтересовали русских психологов и физиологов. в недавно вышедшем втором выпуске вопросов нервно-психической медицины журнала издаваемого под редакцией киевского профессора Сикорского 1998 год мы находим первую часть полного отчета доктора Ховрина о его экспериментальных наблюдениях над усиленной различительной способностью или над редкой формой гиперестезии высших вопрос восписательный органов чувств или в переводе на общедоступный язык на способности ясновидения госпожи М почтенный доктор заявляет что способность госпожи М читать письма в закрытых непрозрачных оболочках является фактом бесспорно установленным при условиях безусловно исключающих всякую фальсификацию и обман но способность эту не должно смешивать с ясновидением как мистической способностью оккультистов силу которой субъект обладающий таковой воспринимает внешние впечатления без посредства органа их чувств во всяком случае как бы мы не называли эту способность теперь она приобрела право на внимание науки вошла в область ее исследований и по всей вероятности как и долго оспаривавшийся факт гипноза научно признанная способность ясновидения поможет объяснить и раскрыть немало явлений ускользавших доселе от наблюдения и объяснения те которые ближе интересуются этим вопросом конечно дадут себе труд прочесть статью доктора Ховрина полностью здесь же мы ограничиваемся указанием что наблюдение его интересно не только в том отношении что устанавливает способность госпожием считать фразы написанные вложенные в запечатанные непрозрачные оболочки этим способность госпожием не ограничивается в некоторых случаях она не давала в своих ответах текста написанной фразы но давала решение задать галлюцинаторным путем то есть вместо подлинного текста она видела образы или картины соответствующие тексту причем проходит ряд галлюцинаций не только зрительных но и слуховых так например один опыт продолжался в течение девяти сеансов происходивших более недели и путем последовательных частичных ответов госпожи м госпожа передавая свои зрительные слуховые ощущения установила в мельчайших подробностях эпизод вполне соответствовавший тому что было записано в контрольном запечатанном письме а именно большой зал ярко освещенный люстрами и лампами в нем расхаживают группами кавалеры и дамы в бальных костюмах одна из дам в бальном костюме с вером в руках зашла на эстраду все остановились она начинает петь весьма симпатичным голосом арию в бурю во грозу публика аплодирует в другом случае также после целого ряда сеансов продолжавшихся с 24 июня до 13 августа госпожа им давала отрывочные указания в галлюцинаторных образах из которых должно было сложиться решение задачи с начала язвительные задания заключающего мне ясно представляется следующая картина большое пространство песчаной степи язвительные язвительные язвительные